Привет, друзья! Сегодня я подготовил нечто особенное для вас. Как вы считаете, можно ли разрешить извечный спор? Что круче, Феррари или Ламборгини? А если говорить о футболе? Да-да, вы правильно поняли. Сегодня вас ждут два лучших игрока современности. Криштиану Роналду и Лионель Месси. Ну что, кто кого? Давайте разбираться вместе. Начну с истории. С чего начинается карьера любого футболиста? Правильно, с дворовых баталий. Уже в восьмилетнем возрасте Криштиану начал посещать футбольную школу. А в девяносто пятом году его талант заметили в главном клубе города Фуншал Национале. Будущую звезду обменяли на командный комплект формы и футбольных бутсов, которых могло хватить на два года игры и тренировок. Так что Ювентус явно переборщил, отдавая сто миллионов за Роналду Реалу. Это все юмор, друзья. Но уже через год Криштиану пошел на очередное повышение и заключил контракт с Лиссабонской молодежной академией спортинга. С девяносто седьмого года он начал играть за различные возрастные составы клуба, а в 2001-м дебютировал за главную команду Львов. А что же Леонель? Несмотря на то, что его отец подрабатывал детским тренером, футбол юношу привела бабушка. Именно ей посвящен жест спортсмена, который он демонстрирует после каждого забитого гола, а также татуировка на спине. В пять лет Лео начал посещать тренировки. Через три года уже играл за местный профессиональный клуб Ньюэллс Олд Бойс. Здесь он получил первую награду и подавал большие надежды. Им стали интересоваться более именитые клубы, в частности, Риверплейт. Но в 11 лет у Леонеля диагностировали дефицит гормона роста. Семья Месси была вынуждена тратить большие деньги на лекарства. По этой причине аргентинские гранды отказались от покупки перспективного игрока. Скаутов Барселоны это обстоятельство не остановило. И после разговора с родителями 13-летний футболист отправился на просмотр в Каталонию. Уже после первых тренировок спортивный директор клуба Карлес Ришак пришел в восторг от игры Лео и предложил парню контракт, а также полностью оплатил лечение. Так началась звездная карьера Месси. Поиграв за молодежку Барсы, в 2003-м он дебютировал за главную команду клуба в матче против Порту. А теперь перейдем к самому интересному. Разберемся, в чем же португалец круче оппонента. А где Месси оставляет Роналду далеко позади? Хороший дриблинг и отличное владение мячом. Это плюсы капитана Барселоны, которые по большому счету обуславливают фирменный стиль игрока и гарантируют приемлемый для команды результат. Если при введении мяча Месси еще может составить конкуренцию Роналду в скорости, то без него уступает своему оппоненту по всем статьям. Португалец сумел объединить в себе очень редкое в футболе сочетание дриблинга, техники и высокой скорости, которое у Роналду просто феноменально. Как с мячом, так и без него. Поклонники мадридского Реала без сомнения подтвердят, что большая часть голов команды в последние годы была забита после молниеносных контратак, который начинал Криштиану. Это стало фирменным стилем футболиста. Поэтому, хотя Лео и хорош при обыгрыше соперника, но соревноваться с оппонентом в скорости на равных ему не под силу. Но, друзья, поверьте, Месси есть чем ответить. За время его выступления в составе Барселоны каталонцы как минимум трижды кардинально меняли схему игры. Естественно, это связано как с исполнителями, так и с тренерами, которые возглавляли команду за все время. При этом Лео всегда отводилась новая, ключевая роль в тактических схемах, которую аргентинец блестяще исполнял. Сыграть на острие атаки? Пожалуйста. Отойти немного назад и выполнять роль оттянутого форварда? Да, без проблем. Сегодня Месси вовсе часто уходит в центр поля, выполняя функции плеймейкера. А Роналду этого сказать нельзя. Вскоре футболисту исполнится 34. И это неминуемая потеря скорости и физики, а значит, наилучших качеств игрока. Если нападающий не будет забивать голы, в чем тогда его важность? Представить себе, как Криштиану играет в центре поля и руководит командой в стиле «Пирло» я не могу. Но, может, у вас есть идеи по этому поводу, друзья? Роналду – яркий пример того, что любой звездный футболист состоит из 10% таланта и 90% пота и тренировок. Он сделал себя сам. На протяжении карьеры нападающий совершенствовал недостаточно сильные стороны и здорово прокачал свой скилл. Криштиану на поле может все – штрафную или пенальти, финтами или на скорости обыграть защитника, пробить с любой из ног или забить ударом головой, отдать длинную передачу. Чего не скажешь о Месси – он бог дриблинга. Удара с левой, а также отличный распасовщик. В остальном его качества очень переоценены. Посредственная дистанционная скорость – слабая правая нога. Да и физически Роналду развит намного сильнее. Его уникальные тренировки позволяют так долго оставаться на вершине. Думаю, вашего лайка, друзья, он точно заслужил. А здесь за все скажут цифры. За свою карьеру каждый из нападающих забил немногим более 720 голов. Если по количеству индивидуальных наград между двумя лучшими футболистами мира также можно поставить условное равенство, то клубные достижения Месси имеют гораздо больший вес. Роналду один раз выигрывал Лигу чемпионов в составе Манчестер Юнайтед, еще четырежды с мадридским клубом. Синегранатовы с аргентинцем в составе становились победителями турнира четыре раза. Но при этом Криштиану имеет всего две золотые медали чемпиона Испании и три Англии, а Лео становился победителем премьеры девять раз. Также в своей коллекции нападающий Барселона имеет шесть кубков Испании и восемь суперкубков, тогда как у Роналду их всего по два. Зато в рукаве у португальца есть козырь, который Месси точно не побить. Вы уже догадались, что это, друзья? Смотрим. Можно с уверенностью говорить, что в сборной Португалии, кроме самого Роналду, есть всего один игрок топ-уровня – защитник Пеппе. Все остальные – футболисты хорошего уровня, не более того. Несмотря на это, Криштиану смог привести команду к чемпионскому титулу на континентальном первенстве в 2016 году, а ранее выигрывал серебряные и бронзовые медали турнира. Именно этим и определяется истинное величие игрока. В то же время Месси даже не смог хотя бы однажды выиграть Кубок Америки. Я уже не говорю о чемпионате мира. Второе место на Мундиале 2014 года – вот наивысшее достижение для сборной Аргентины и ее капитана Лео, где рядом с ним играют Агуэро, Дибала, Игуаин Ди Мария и другие звезды. Но, возможно, друзья, вы имеете свое мнение на этот счет? Жду ваших комментариев! Нельзя сказать, что наши герои очень любят отрабатывать в защите, как это, например, делает Уэйн Руни. Конечно, для нападающего главное – забивать голы. Однако, современный футбол требует игры в защите и от атакующей линии. Скажите, друзья, много ли вы видели защитников с комплектацией Месси? Максимум, что может сделать Леонель – это попытаться перехватить мяч. А физическая форма Роналду позволяет ему не только догнать оппонента, но и побороться с ним корпусом, выиграть верховой мяч в собственной штрафной при стандарте. На такое капитан Барсы с его ростом 170 сантиметров просто не способен. Зато у него есть неоспоримый плюс перед португальцем. И дело вот в чем. Роналду провел в составе Реала 9 сезонов. За это время он принес команде множество побед, разделяя триумф с партнерами. Но уже спустя полгода после перехода в Ювентус единственным игроком сливочных, который продолжает общаться с ним, является Марселло. Криштиану – самый популярный спортсмен в мире. Однако эта популярность исчисляется миллионами в контрактах и количеством подписчиков в соцсетях. Прощальный матч за команду, которой были отданы лучшие годы. Нет, такой чести не удосужились даже Кассильас и Рауль. В Реале, где принято считать прибыль, нет места сентиментальности. В то же время все помнят, какие почести были оказаны легендам Барсы во время прощальных матчей. Каталонцы – это не просто звездный коллектив, а настоящая семья, где каждый играет не только за зарплату, но и бьется за товарища. И капитан такой семьи – Месси. Разве это не мечта любого футболиста? Что в итоге, друзья? Думаю, что сказать, кто из двух, без сомнения, сильнейших футболистов современности лучше другого невозможно. У каждого есть свои сильные стороны. Если подумать, то лучшее, что есть у Криштиану и Лео, одновременно и их слабость. Роналду – индивидуалист, способный в одиночку решить исход матча. Но нравится ли такое положение дел партнерам футболиста, которые знают, что есть он, а есть все остальные? Все это рано или поздно приведет к ситуации, которая произошла в это летнее трансферное окно. Что же касается Месси, то он превосходно чувствует себя в составе родной Барселоны. В синегранатовой футболке может исполнить любую роль, сыграть на множестве позиций и принести команде пользу. Но стоит Лео надеть форму сборной Аргентины, я уже не говорю о гипотетическом переходе в другой клуб. Ну, вы меня поняли. А на сегодня это все, друзья. Я уверен, что у вас точно есть, что сказать после просмотра этого видео. Жду ваших комментариев. Напишите, почему же вы отдаете свое предпочтение Роналду или Месси? Ну и не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова